Попасть в круг, где якобы лежит жирная шкура и измазаться даже условно, не хотелось никому. Эту энергичную игру, которая развивает силу, и венки переняли у чукчей. У северных народов вообще все игры со смыслом и практической пользой. Своеобразная подготовка к взрослой жизни. К примеру, метание маута. Эта игра почему зародилась? Потому что, чтобы быть оленеводом хорошим, чтобы ловить оленей, нужна меткость, нужна ловкость. И этой игры уже начинают учить с самых детских лет. Маут – это лассо, аркан из оленей шкуры, который обрабатывается специально, плетется из четырех лент. Маут, он бывает очень длинный. Хороший маут достигает даже 17 даров. Кочующий фестиваль привез в Благовещенск не только игры и танцы, но и вполне осязаемые вещи, традиционную одежду и украшения. В общем, они заняли с десяток витрин. Мы пошли рассматривать венские выставки. Там мне больше всего понравились бусики, которые плетим надо. К украшению одежды и венки относятся с особым трепетом, рассказали участники. Бисером обшивают даже тапочки. Все делалось красиво. Недавно в старину наши приезжали исследователи и говорили, что это венки-аристократы России, что у них не одежда, а фраки какие-то. Вот, например, раньше женщины носили такие красочные нагрудники, вышитые бисером. Народная венкийская атмосфера царила не только на прилавках, но и рядом. Так что на концерт Благовещенцы отправились уже полные впечатлений. Кристина Коширина, Андрей Белый. Программа «Город». Программа «Город». Продолжение следует...